тема лекции если бог с научной точки зрения с позиции физики что такое бог где находится бог насколько состоятельны религиозные воззрения насколько разумные представления атеистов информация довольно жесткая не все окажутся готовы к ее восприятию вопрос если бог кажется очень сложным и трудно разрешимым но на самом деле известен достоверный ответ если в действительности бог и этот ответ для многих окажется удивительным удивительным в равной степени и для верующих и для отрицающих для тех кто впервые смотрит наши фильмы отдельно отметим что мы не опираемся на какие-либо гипотезы предположения а вся информация дается строго в рамках научного метода научный метод свою очередь опирается на законы логики почему важно опираться на законы логики потому что все что входит в противоречие законами логики мыслительном плане ущербно и несостоятельно и так что такое бог первое что надлежит сделать это дать определение основному предмету в рамках научного метода в ряде религиозных традиций бог определяется как три единства отец сын святой дух как подойти к этому вопросу с научной точки зрения первое что мы видим в рамках религиозных трактовок это объединение в трех сущностей в рамках одного понятия одного термин в теологическом плане это вполне привычно верующие так сказать пользуются однако с научной точки зрения подобное объединение создает определенное противоречие законами логики первый из законов логики закон тождества гласит иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения если же услов нет значений тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом а в действительности и самим собой ибо невозможно ничего мыслить если не мыслить что-либо одно то есть если мы говорим о строгом научном понимании вопроса что такое бог то говорить нам придется в рамках трех самостоятельных терминов каждый из которых мы должны внятно определить при этом надо понимать что религиозные концепции формировались много столетий назад во времена когда культура соблюдения законов логики не было обязательной в силу чего некоторые религиозные трактовки могут не иметь внятной идентификации по отношению к объектам три единства понять это можно на простом примере если мы объединяем в одно три единства три различных объекта например яблоню яблоко ветер и называем все это три единства ябловер то в результате такого подхода структурно закладываются логические противоречия в дальнейшем описание свойств такого три единства например можно декларировать что ябловер круглый и в частном смысле да яблоко круглое но круглое не является сама яблоком или ветер можно декларировать что ябловер вездесущий мы можем сказать и так но это будет иметь какой-либо смысл в отношении ветра они в отношении яблони то есть применяя научные инструменты к религиозным текстом мы должны учитывать заложенную возможность структурных ошибок и неточностей связанных с несовершенством мысли того исторического периода и если в религиозных источниках указано например на обезличенность бога то это может относиться к одному из составляющих три единства понятий в частности обезличенным может быть например святой дух если перевести понятие божественного три единства на научный язык мы получаем примерно следующее сын описанный в соответствующих религиозных источниках субъект обладающий в бытии если он в действительности существовал материальным телом имеющий облик человека находящийся согласно источникам в родственных отношениях с субъектом известным как бог отец то есть биологическом смысле сын вполне себе земной человек передвигающийся на ногах имеющий глаза уши остальное потребляющий пищу и так далее следующий элемент три единства отец субъект персона согласно религиозных источников отец находится в родственных отношениях с сыном настоящее местоположение отца неизвестно имеющиеся сведения об отце относятся к отдаленному историческому периоду живой это субъект или неживой если слова передают конкретный смысл а слова для этого собственно и предназначены то факт родственных отношений с субъектом сын подразумевает то что субъект отец имеет биологическую сущность то есть исходя из родственных отношений с сыном живым существом мы можем заключить что и отец это живое существо дополнительным аргументом в пользу данной версии является формулировка по образу и подобию если человек создан по образу и подобию и представляет собой живое существо то есть внятное основание предполагать что и отец почему образу создан человек также является живым существом из чего возможно является следующая трактовка понятия отец отец описаны в соответствующих религиозных источниках субъект обладающие в бытии материальным телом имеющий облик сходный с человеческим и находящийся согласно источников в родственных отношениях с объектом известным как сын то есть если озвучивать кратко в современных терминах отец представитель разумной формы жизни имеющий признаки соответствующие человеческим предположительно находящийся на более высоком уровне развития как минимум для периода начала нашей эры то есть под определение отец попадает представитель разумной формы жизни одной из разумных форм жизни сходной по внешнему виду с человеком вот такая интересная ситуация позиция 3 святой дух по ветхозаветным представлениям святой дух воспринимается как действующая сила дыхание самого бога который он все делает и творит о чем идет речь подразумевается что это нечто существующие в реальности а значит в природе неосязаемая способная взаимодействовать с материальным миром невидимая движущая сила если говорить конкретно то это бесконтактная передача воздействия на физические тела со стороны объекта имеющего биологическую природу в современных терминах это телекинез бесконтактное воздействие на предметы по другому можно обозначить как тонко материальное взаимодействие давайте разбираться в этом вопросе есть или нет тонко материальное взаимодействие в принципе известно ли о них науке если есть то как минимум одна позиция из три единства с научной точки зрения без вариантов существует разбираться в этом вопросе долго и не требуется тонко материальное взаимодействие есть экспериментально подтверждены и наука это давно зафиксировала широко известны способности нинели кулагины бесконтактно воздействовать на реальные физические объекты нинель кулагина много раз демонстрировала свои способности перед учеными и в ленинграде и в москве сеансы телекинеза были сняты на кинокамеру вы видите уникальные подлинные кадры снятые во время одного из сеансов кулагина говорит что компа служит для нее как бы индикатором если стрелка отклоняется она уже чувствует себя в состоянии перемещать предметы но очень долго ничего не получает нина тельгерна жалуется что ей мешает сосредоточиться шум камеры яркий свет и присутствие многих незнакомых людей и только через полтора часа после начала опыта стрелка наконец заколебалась при дальнейшей попытке вращать стрелку компаса сдвинулся сам компас массовом корпусе все эти предметы случайные первое что попало под руку спички предложил ассистент оператора володя тисленко папиросу и колпачок от авторучки присутствовавший на съемках корреспондент московской правды лев колодный этот полый цилиндр из анодированного алюминия после некоторых сеансов кулаги находила на несколько килограммов эта женщина была способна не только перемещать предметы непонятным излучением рук она была способна вызвать термический ожог она половина поднесла руку на неком расстоянии но таком от моей руки и чувствуете что я говорю нет а сейчас а сейчас что-то тепло а сейчас а сейчас горячо а сейчас очень жжет ну хватит ритему на руке я чувствую так сжение очень большое чтобы это могло быть я тоже не могу понять этот колпак которым накрывают предметы из оргстекла что вы чувствуете во время перемещения предметов это очень сложный вопрос объяснить его пожалуй невозможно просто даже в основном конечно вот мне подняли давление моментально чем-то вот таким не насти как бы какой-то толчок голове в один из сеансов нинель сергеевне удалось подвинуть графин весом 480 граммов почти на 10 сантиметров графин двигался по скатерти вопреки всем известным законам физики биологический объект посредством неосязаемого поля переместил предмет документально засвидетельствованно факт существования тонкоматериальных взаимодействий имеет статус доказан то есть проявление тонкоматериальных взаимодействий а значит и сущностей в природе есть существует более того рассматриваемое полем не может являться уникальным свойством одной единственной нинели кулакиной а значит само явление существует комплексно и речь надлежит вести о комплексе полей от различных биологических объектов также мы ни в коей мере не говорим что на телекинезе возможности тонкоматериального исчерпываются мы не говорим что это частное проявление форме телекинеза исчерпывающе характеризует все тонкоматериальное ни в коей мере но для установления самого факта наличия тонкоматериального в природе есть оно или нет вполне достаточно и одного данного проявления тонкоматериальное есть а комплекс тонкоматериальных взаимодействий сущности это что выражаясь религиозными терминами это святой дух казалось бы все разобрались но все только начинается дальше начинается самое интересное для того чтобы дальше говорить о теме что такое бог необходимо разобрать ряд очень важных момент и первое что надлежит сделать осознать свой реальный мыслительный статус до какой степени человек разум какими пределами ограничены его мыслительные способности ну и безусловно считаем себя разумными более того человек придумал сам термин разум разум но с какого порога эта разумность начинается вот была обезьяна стала человеком и вдруг во вторник стала разумной каковы стадии градации этой разумности является ли разумность полной или частичной применительно к абсолютной шкале это небольшое но очень важное отступление от основного вопроса пожалуйста отследите внимательно без осознания особенностей биологического мышления понимание основного вопроса невозможно данные материалы рассчитаны на лиц морально устойчивых с высоким интеллектом у лиц с ослабленной способностью к мышлению приведенная информация может вызвать раздражительность агрессию привести к депрессии давая оценку своим мыслительным способностям человек человечество не всегда может подойти к этому вопросу объективно довольно сложно взглянуть на себя со стороны тем более что сравнительная база довольно однобока и практическими объектами для сравнения по обыкновению выступают существа находящиеся на более низкой ступени развития животные если мы рассмотрим контрольную группу людей одного возраста то их мыслительные возможности будут различными кто-то окажется более способен к умственному труду кто-то будет менее расположенным об этом не принято говорить но умственные возможности каждого человека индивидуальны и люди это в определенной мере понимают проведем незамысловатый тест каждый может протестировать себя возьмите листок бумаги и запишите на нем имена трех реальных людей встречавшуюся вам в жизни чьи мыслительные способности ниже ваших грубо говоря запишите имена трех человек глупее вас это задача довольно простая с этим тестом легко справляется почти каждый человек продолжим тест теперь запишите на листке бумаги трех человек умнее вас задача несколько посложнее справляются не все занимает больше времени если получается то логика рассуждений примерно такая дядя слава точно умный в его честь улицу назвали толстой войну и мир написал умный наверное продолжим вычеркните из списка всех пушкиных ломоносовых и родственников и пополните список обычными реальными людьми встречавшимися вам в жизни для большинства опрашиваемых это не пассивная задача среднестатистический человек не может определиться в этом вопросе все кто умнее для человека с его человеческой точки зрения являются сопоставимо умными человек полагает что ну может там в каких-то вопросах кто-то и умнее но сопоставимо а на самом деле оппонент может быть многократно умнее но ума человека не хватит это осознать даже если кто-то будет в пять раз или в сто раз умнее обычный человек не сможет себе этого должным образом представить такова особенность человеческого мышления чужую умность мы практически не различаем но вот в обратном направлении мы это делаем легко человек легко расставляет приоритеты улитка да там мозгов вообще-то нет курица тупая как курица баран он вообще баран ну слон дельфин ну умнее курицы ну куда им до человека кроме того мы агрессивны в том числе по отношению друг другу чтобы держать себя в руках нам нужен суровый закон и тюрьмы мы вынуждены тратить средства чтобы просто оградить себя от вмешательства себе подобных нам требуется для этого многочисленные заборы рассмотрим еще один важный момент коллективное у человека мышление или индивидуальное казалось бы что здесь думать конечно индивидуально у каждого человека своя голова и он ей думает но если рассмотреть ответственные позиции такие как наука естество знания физика например то срабатывает уже другой фактор много специалистов из разных областей знаний создают совместный мыслительный продукт и по ряду вопросов формируется общее коллективное мнение которое определяется большинством и какое-то время считается верным при этом часть людей по ряду вопросов может иметь отличную точку зрения верную либо неверную но если большинство к примеру считает что земля стоит в центре мира и вокруг нее вращается солнце то оно может так считать столетиями и объяснить обществу управляемому большинством что платформа содержит ошибку довольно проблемная задача можно столетия объяснять и не быть услышанным еще и на костре сожгу сам по себе принцип установления истины большинством голосов в определенном смысле ущербен если большинство составляют ошибающиеся или слабомыслящие то есть совокупное мнение слабо вменяемое как узнать сколько в обществе слабо мыслящих а сколько умных вменяемых разумных какова примерная пропорция вопрос можно рассмотреть на примере какой-либо простой задачи которую индивидуум самостоятельно может решать ну к примеру дважды 2 равно 4 если индивидуум выдаешь что дважды равно 5 или к примеру 8 то индивидуум либо оригинальничает либо является слабомыслящим и если речь не о больном человеке а о здоровом то человека не способного решать простые задачи принято относить к слабомыслящим это даже находит отражение в устном народном творчестве типа в россии две беды дураки и дороги так кто они где они сколько их сколько слабомыслящих в обществе каков общий процент у нас есть примеры решения простых задач на уровне общества и есть четкие статистические данные примитивные задачи типа дважды два четыре брать не будем на этом уровне математику вдолбили практически всем возьмем приземленную задачу для самостоятельного мышления из реальной жизни что такое определить свои политические взгляды взгляды индивидуум эта задача суть которой в идеале сводится к посылу каким путем идти общество чтобы жить стало лучше у человека же нет задачи заплутать свое общество привести его к разрухе значит речь об избрании продуктивного созидательного пути вполне приемлемая касающаяся каждого человека задача и у этой задачи должен быть верный ответ есть куча партий политических платформ есть наиболее приближенных требуемому экономический политический курс задача выбрать верный ответ выбрать наименьшее зло все равно что определиться с дважды два если все люди вменяемы то они больше их часть легко должны выбрать верный ответ тем более что на обдумывание задачи даются годы 18 лет можно расти и думать определять свои политические взгляды и потом всю жизнь можно думать и додуматься до состоятельного решения что мы видим в реальности у людей мнения разделяются кто-то за белых кто-то за красных синих желтых фиолетовых кто-то решил что дважды 2 равно 8 кто-то решил что дважды 2 равно 16 причем многие готовы остервенело осторожаться отстаивая свою точку зрения свои политические взгляды но по общему результату попадание в яблочко выбор адекватная целям политической платформы меньше половины то есть мозг большинства не способен принимать разумительные решения по результатам решения данной конкретной задачи большая половина населения не способна ее решить не способна адекватно мыслить если исходный критерий оценки верен то слабомыслящие составляют значительную часть населения причем нет никакой разницы пролетарии это или интеллигенция у нас среди академиков те же результаты один академик за белый другой за красных то есть по совокупному результату слабомыслящие у нас везде во всех слоях общества то есть совокупно мы человечество частично ограничено вменяемое если перейти к оценке общей разумности человека по этому критерию то человек является частично вменяемым условно разумным существом и способным решать ряд мыслительных задач в том числе такие задачи как оптимальный путь развития общества а также задачу по адекватной оценке чужого разума и собственно это мало вменяемое сообщество человека гадает на различные темы в том числе на тему если бог когда точный ответ если он этот бог или нет его известен изначально что о человеческом образе мышления могли бы отметить существа находящиеся на более высокой ступени интеллектуального развития ярко выраженное биологическое мышление мы это не всегда осознаем но мышление человека в значительной мере имеет природную мотивацию среднестатистический человек не может самостоятельно произвести электричество изготовить взрывчатку выплавить металл уровню развития мы обязаны не отдельно взятому представителю человеческого вида а общим заслугам отраженным накопленных знаниях если группу людей лишить этих знаний разместить в природной среде мы получим представление об истинном мыслительном статусе человека что такое биологическое мышление можно понять понаблюдав за любым живым организмом не находящимся на высоком уровне интеллектуального развития в качестве такого организма может выступить например курица поведение курицы в основном определяется биологическими потребностями мыслительные возможности курицы постоянно задействованы на решение конкретных биологических задач таких как поиск пищи если курица что-либо пытается исследовать то исследование подчинено биологической схеме например пригоден объект в пищу или нет нам сложно это принять но в мыслительном плане мозг человека аналогично подчинен биологической схеме в течение суток мозг человека постоянно занят решением прозаических задач они более разнообразны чем у курицы могут быть неожиданными и экзотическими но в большинстве своем как и у курицы эти задачи имеют биологическую мотивацию в той или иной степени связаны с добычей пищи, комфортом, разложением еще одной из обусловленной природой особенностей является коллективная зависимость человека это очень важный фактор он повышает шансы на выживание и в определенной мере позволяет разгрузить мышление почему повышает шансы на выживание? потому что стая гиен способна противостоять любому и если в рамках стая делать как все, думать как все то шансы на выживание повышаются одновременно с этим стайность, стадность несет ряд неудобств и рисков например, поведение бизона в стаде при появлении определенного раздражителя все стадо срывается с места и устремляется в направлении выбранном, как правило, отдельной особью при этом действия ведомого бизона не обременены не определяются какими-либо сложными раздумьями о рациональности своих действий и если вездущий бизон ошибается и направится в пропасть то некоторое количество бизонов может за ним последовать во многом аналогичные поведенческие схемы свойственны и человеку пусть и в несколько более сложных формах на нас можно влиять агитировать за любую глупость и часть общества поддается на агитацию и меняет свою точку зрения отдельный руководитель политического движения манипулируя толпой может повести массы в практически в любом направлении можно заставить, убедить, принудить одну группу людей умиршлять в другую группу можно убедить целый народ что убивать друг друга по сути самих себя это нормально ради привлекательной идеи можно убивать друг друга оцените сам уровень этого вероломного маразма ну к примеру живет себе народ никого не трогает потом начинается мыслительно-идеологическое заражение где через некоторое время народ начинает сам себя миллионами уничтожать причем большей частью уничтожаются способные мыслить и работать ведь если разобраться что такое например классовая борьба в современном исчислении это если столевары соберутся и начнут убивать бухгалтеров мол классом не вышли паразитируют на шее трудового народа именно такое безумное вероломство реально имело место в России в начале двадцатого века и не только в России и в этом смысле человек является разумным по потенциалу а не по результату мыслительной деятельности если рассматривать по результату то как индивидуум справился с решением конкретных задач речь о великой разумности уже не идет каков научный статус информации которой мы пользуемся первое что надлежит осознавать это то что мы все в определенном смысле являемся заложниками качества информации мы получаем знания с детства и получаем всю жизнь информация бывает достоверной относящаяся к практическим разделам знаний как правило эта информация многократно проверена и дает нам все технические возможности от самолета до компьютера также информация может быть гипотетической теоретической продукт мышления то что наизмышляли далекие от практики теоретики фантазеры и если теоретики ошиблись и прописали бред в учебниках то мы все потребляем некачественный продукт именно в таком ключе сформировано мировоззрение большинства людей по ряду основополагающих вопросов информация сформирована просто мнением большинства которое верит в то что написали не совсем вменяемые предшественники которые в свою очередь не придерживались научного метода и законов логики на поверхности как раз лежат невменяемые позиции выдаваемые за науку на поверхности например лежит большой взрыв которого точно не было и быть не могло вся теория большого взрыва изначально построена на нарушении первого закона логики то есть полная безграмотность лженаука в чистом виде концепцию большого взрыва придумали и рекламируют слабомыслящие и многие это уже осознают знакомые с научным методом студенты уже демонстративно покидают лекции о большом взрыве а потом еще будут выгонять лекторов с саными тряпками а вот у последователей большого взрыва как раз определенная сработка а раз большой взрыв значит бога нет ура разобрались все все сразу атеисты все сразу замечательно но большого взрыва не было то есть убежденные слабомыслящие веруют что бога нет и какая-либо научная основа под этими верованиями отсутствует что еще из лженаучных теорий выдается сейчас за науку концепция искривления пространства множественности миров конечности пространства теория множеств тоже кстати интересная позиция из-за того что теоретики некорректно с нарушением законов логики сверстали теорию множеств у всех остальных ее изучающих отсутствует возможность адекватно сопоставлять неконечные величины и как следствие опять же получается некая картина мира несовместимая с возможностью существования бога опирающаяся на безграмотную аксиоматику то есть в совокупности имеется ряд заблуждений якобы научных тезисов несовместимых ни с научным методом ни со здравым смыслом это все выдается за науку и околонаучные братья тупо веруют что бога нет далее есть биология которая свою очередь опирается на безграмотные идеи части физиков и делает свои безграмотные выводы ведь если безграмотное мнение большинства говорит что мир конечен существование жизни ограничено конечными сроками то надо как-то встраивать в эти сроки эволюцию и так далее одни ошибки накладываются на другие и дают неадекватные результаты какова в действительности вероятность того что в нашей вселенной есть какая-то другая жизнь отличная от нашей если бы наша вселенная зародилась в результате большого взрыва вероятность была бы условно равна 50% а поскольку большого взрыва точно не было то вероятность того что во вселенной есть какая-то другая жизнь отличная от нашей равна 100% причем не стремится к 100% а строго равна 100% более того кратно 100% иные формы жизни есть без вариантов однозначно никакого даже малейшего шанса на иной ответ нет более того иные формы жизни превышают нас в интеллектуальном развитии настолько что у нас даже фантазий не хватит чтобы оценить этот уровень превосходства чем это обусловлено в чем суть вопроса сначала поясним про жизнь потом про вероятность какова стартовая ситуация есть бесконечное пространство на всем протяжении заполнена материя в материи постоянно протекают всевозможные естественные процессы и один из этих естественных процессов зарождение и воспроизводство жизни есть ли хоть какие-либо основания считать жизнь неестественным процессом научных оснований никаких нет и в физическом смысле жизнь это органичная часть всего того комплекса разнообразных перевоплощений материи в природе если раньше было принято прятаться за великую сложность ДНК то сейчас динамика процессов отслеживается полностью есть внятные природные механизмы позволяющие жизни формироваться в том виде к которому мы привыкли наглядно это можно отследить на экспериментах с плазмом если на плазму воздействовать глиогеном получается копия строения молекул ДНК то есть природные механизмы формирования материи сложная форма есть и эти механизмы естественно в процессе эксперимента мы это дело наблюдали рассказывали что мы видим на землю земля ломала голову такого быть не может завихрения возникающие в плазме в точности повторяют строение нашей галактики это галактика в миниатюре и только здесь можно узнать как она зарождалась для генетиков эксперимент с плазменным кристаллом тоже стал открытием если на плазму воздействовать криогенно охлаждать ее получается точная копия строения молекулы ДНК чтобы материя начала принимать жизнеподобную структуру никакой дядька собирающий сложный пазл не требуется какова вероятность зарождения жизни возьмем часть вселенной некий кубик со сторонами для примера миллиард световых лет это достаточно большая часть пространства в таком кубике достаточно материи и планет пригодных для жизни какова вероятность зарождения жизни в подобном кубике жизнь может зародиться либо не зародиться в любом случае для этого требуется какое-то весьма длительное промежуток времени что мы знаем про этот неведомый промежуток времени времени казалось бы ничего не знаем однако мы знаем что этот промежуток времени конечен у события зарождения нашей земной жизни было начало неважно на земле она зародилась или была принесена извне даже вне земли она жизнь когда-то зародилась а значит был тот самый момент зарождения жизни а значит временной промежуток конечен и мы можем сопоставить конечный временной промежуток и бесконечную продолжительность существования вселенной и это несложно и результат сопоставления конкретен но вначале надлежит понять сам принцип как определяется вероятность зарождения жизни возьмем некий промежуток времени пусть он будет достаточен для зарождения жизни и пусть равен неким условным 100 хронологическим единицам если мы рассматриваем малую часть такого временного промежутка например десятую часть то вероятность зарождения жизни будет мала будет равна временной промежуток вероятность зарождения жизни равна единице 100% если мы рассматриваем еще больше промежуток времени то у нас возрастает кратность этой вероятности для двойного временного промежутка вероятность зарождения жизни будет двукратной за это время жизнь успевает зародиться два раза то есть с вероятностью 100% за подобный промежуток времени жизнь успевает зародиться два раза кратности если мы будем рассматривать еще большее то соответственно будет повышаться и кратность вероятности то есть с вероятностью 100% за данный промежуток времени жизнь успеет зародиться тысячу раз но ведь предела по времени нет вселенная существует бесконечно долго и вероятность зарождения жизни выражается неконечной бесконечной красностью то есть с вероятностью 100% за бесконечное время жизнь успевает зародиться бесконечное множество раз поясним еще на одном примере давайте возьмем некий условный промежуток времени для наглядности представим его в виде отрезка и поставим на нем точку зарождения жизни зафиксируем один конец отрезка а второй конец начнем растягивать вдаль бесконечно долго естественно что любая точка на этом отрезке удалится от нас на бесконечное расстояние или другими словами продолжительность времени будет представлена через неконечную линейную величину это наглядно видно более подробно как сопоставлять неконечные величины мы рассматривали в рамках предыдущей лекции лекция доступна на ютубе называется бесконечность физики вернемся в исходную позицию мы говорили о кратности вероятности по времени и рассматривали всего лишь один выделенный объем один кубик часть вселенной и определили для него вероятность зарождения жизни но у нас же есть еще кратность вероятности по пространству это обусловлено природой кубиков же мы можем поставить ряд и два и десять и миллиард и в каждом может зародиться жизнь в одном направлении у нас бесконечное количество кубиков и они могут состоять некий бесконечный пространственный стержень то есть кроме бесконечной кратности по времени у нас еще бесконечная пространственная кратность и жизнь с вероятностью 100% успевает зародиться бесконечное множество раз в бесконечном множестве мест и если в одном направлении вдоль по стержню она бесконечна то и в обратном направлении по стержню она тоже бесконечна и для сквозного стержня состоящего из таких кубиков мы имеем двойную кратность по бесконечности то есть жизнь с вероятностью 100% успевает зародиться бесконечное множество раз в двух бесконечностях мест и если мы наберем из таких стержней пласт то получим дополнительное увеличение кратности еще бесконечное количество раз по двум направлениям вправо и влево они же тоже бесконечны а если рассматривать вообще весь вселенский объем то кратность нарастает до восьми бесконечностей в кубе только по объему то есть шансов что жизнь во вселенной по каким-то причинам не зародиться или зародиться один раз в каком-либо одном месте таких шансов нет в принципе мы не можем быть единственными более того мы не можем быть самыми старыми мы не можем быть самыми умными нет даже мизерных даже микро-премикро вероятностей многократного не зарождения жизни нет ни по временному показателю ни по пространственным показателям мы сто процентов не одни мы сто процентов не самые сильные и это строгий научный факт на всем протяжении с некой плотностью вся вселенная заполнена разными формами жизни иное математически невозможно и любой ученый утверждающий обратное просто некомпетент наша планета тоже является источником жизни и расселяет жизнь по вселенной в том числе форме различных микроорганизмов если мы стерилизуем какую-то часть вселенной то жизнь там зародится сама или будет принесена из нее и опять же иное и математически невозможно любой ученый утверждающий обратно просто некомпетент почему разумные формы жизни не вступают в контакт с человеком и вообще вступают они в контакт или не вступают чтобы ответить на этот вопрос надлежит сначала понять сам принцип например как часто вы вступаете в контакт с менее разумной формой жизни какие получаются результаты вот к примеру пришли вы в лес и начали вступать в контакт здравствуй сова я вступаю с тобой в контакт здравствуй шмель постой не жужжи я вступаю с тобой в контакт здравствуй муравей можно ли вообще вступить в контакт с существами находящимися на более низком уровне развития простые примеры чтобы понять саму схему контакт с муравьями вот подошли вы к муравейнику и контактируйте давайте нас прочистим как будто как будто бы дождь красавица бочка красивая ай 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 кто как можно контактировать а поймал 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 а вам это ну а потом можно ну все я готов давай 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 Вау! Ты как раз размыслишь! Даня, жопам суси, Даня! Голову упускай! Как из лото воняет! Эти дурочки, блин! Ложись, небось! Голову! О, жесть! Лежи! 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 Сейчас голову отгрызут! Лежи! 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 Лежи, лежи! Лежи, лежи! Лежи, лежи! Ребят, отдыхайте! Можно эдак Можно контактировать еще как-нибудь Вот медведь контактирует с муравьями Курительные технологии Иди отсюда! Иди отсюда! Иди отсюда! Можно передать слабомыслящим, например, Курительные технологии Иди, я тебе сигарету дам, покуришь с мужиками! Иди, я тебе сигарету дам, покуришь с мужиками! Или контакт с курицей Вот вы вступили в контакт с курицей Предположим, самой умной из куриц на свете Сможете ли вы вступить с ней в контакт? Что должно произойти, чтобы курица поняла, что с ней вступили в контакт? Возможно, должно быть какой-либо доходчивый устраивающий курицу сценарий Чтобы в мозгах курицы как-то сошлось, что с ней вступили в контакт Давайте рассмотрим версию такого сценария Вы приняли облик необычного, сверхъестественного петуха Победили всех остальных петухов, очаровали курицу и остались с ней жить Вступили ли вы тем самым в контакт с курицей? Вступили ли вы в контакт с куриным социумом? Осознала ли популяция куриц, что с ними вступили в контакт? Ответ ясен – нет Второй вопрос Долго ли курица будет понимать, что с ней вступили в контакт? Практически столько, сколько этот контакт продолжается Через неделю, как вы покинули курятник, контакта все равно, что не было Только думайте в ситуацию, для чего нужно тратить свое время, чтобы какая-то курица поняла, что с ней вступили в контакт Теперь про осознание реальности Нам кажется, что мы эту реальность адекватно осознаем Небольшой пример мышления человека Озвучим привычный для всех тезис Земля – это наша планета, наш мир И где-то в других галактиках может есть инопланетяне, которые в наш мир прилетают На первый взгляд все логично И единственный спорный момент – инопланетяне Но по факту спорный момент совсем другой И большинство его даже не заметило Давайте поясним на простом примере Подойдите к гнезду ос По их поведению вполне можно сделать вывод, что это их мир и они здесь хозяева Не вторгайтесь – покусаем В их системе восприятия мы живем в мире ос Но мы понимаем, что ситуация другая И на любой территории, присвоенной, освоенной человеком Осы могут жить только, пока не создают помех человеку Иначе они будут посыпаны образно дустом Мы же дома не разрешаем жить осам В таком же положении находится и человек к более развитым формам жизни Территория пространства принадлежит в конечном итоге не нам Принадлежит сильному Из позиций более организованного разума считать человека особенным Или в значительной мере разумным оснований нет Речь в лучшем случае о зачатках разума и не более Так же как и осам нам условно позволяют жить на поверхности земли Пока мы не создаем помех Причем здесь необходимо уточнить – не нашей земли Теперь представьте, что отдельно взятая оса сосла с ума и без повода напала на человека Проблема невелика А теперь представьте, что осы подросли в технологическом развитии Модернизировали свои жалосты до смертельных Неприятно, да? Подумывается о дусте Если непонятен пример с осами Представьте, сколько вы сможете терпеть на улицах города обезьяну с автоматом Есть ли вообще смысл передавать технологии слабомыслящим? Или попробуйте осознать то, что, например, между президентом страны и пилотом боевого истребителя отсутствует коммуникация С одной стороны пилот все понимает, выполняет приказы А с другой стороны он не представляет, как себя вести в нестандартной ситуации А вот тут какое-то светящееся облако нарушило границу И пилот думает, а дай-ка я стрельнул на благо Родины И чем этот пилот функционально отличается от заряженной осы? Или от обезьяны с пистолетом? Где этот предел, до которого можно терпеть выходки таких ос? И еще один важный момент От поведения одной осы зависит судьба всего гнезда ос А от неадекватного поведения одного биологически мыслящего пилота зависит судьба остальной популяции людей И как вы думаете, какой процент пилотов осознает реальность? В октябре 1981 года летчик Борис Коротков подвергся атаке НЛО Это случилось под Ленинградом во время планового полета Свой Су-32 Борис тогда посадил чудом Вот фотографии самолета после посадки Обратите внимание, из него словно вырван кусок металла А вот схема воздушного боя, воспроизведенная пилотом Теперь давайте посмотрим, по каким вопросам можно вступить в контакт с человеком Формулировка непривычна для уха Давайте сразу поясним Возможность взаимопонимания во многом обусловлена адекватностью представлений того, с кем вы вступаете в контакт Насколько адекватен отдельно взятый человек и какие бывают индивидуальные отклонения от разумности, отклонения от здравомыслия Вот, например, сидит перед вами на стуле человек Руки, ноги, голова с виду нормальный, но предположим, что у него особые отношения с бобрами И ему иногда кажется, что бобры его могут окружить и тогда начнется В какой контакт вы сможете вступить с таким человеком? О чем сможете поговорить? Когда бобры его не окружают, он вполне нормален Но в особых случаях, когда кровь поступает в мозг, появляются бобры Отклонения от здравомыслия Стоит заговорить про лес, у него сразу реакция, там логово бобров В вопросах леса этот человек вменяемым быть не может Это связано с бобрами И бобры не обязательно болезнен Бобры могут быть, например, возрастные Например, мама сказала ребенку, что его купили в магазине или нашли в капусте Парой слов мама заложила отклонения от здравомыслия Приобретенное отклонение от здравомыслия построено на доверии к источнику информации И пока малыш не сопоставит факту или не будет просвещен из других источников Маленькие бобрята помогут подозрительно смотреть на капусту Или искать глазами тот самый магазин, где продают детишек Бобры отклонения от здравомыслия Также могут быть специфические, узкопрофильные Появившиеся в результате некачественного образования Например, у части математиков особые взаимоотношения с числами Такие математики на полном серьезе полагают, что существуют отрицательные количества Или что расстояние состоит из чисел Что числа существуют в природе Из них может что-нибудь состоять Персональное отклонение от здравомыслия Ректор МГУ Виктор Садовничий, математик со стажем Демонстрировал на программе Познера Обнаружив прямо на столе у Познера множество чисел Какой один-два Вот это один стакан Что тут? Какая вера? Могу пощупать его? Нет, это все-таки абстракция А вот это вот с вами два стакана А вот что между ними? Вот здесь между ними бесконечно Здесь есть рациональные, иррациональные Здесь целый континуум чисел, которые мы не можем Здесь целый континуум чисел, здесь целый континуум Какой один-два Видеть невидимое – это свойство не одного судовнейшего Это общее свойство многих математиков Но физики, например, знают, что никаких чисел Между двумя точками пространства нет В природе существуют только объекты и величины Даже вырезанная из металла цифра восемь Никаким числом не является Это всего лишь физический объект Соответствующей формы Но зато у физиков есть свои Изысканные, незаурядные отклонения от здравомыслия Например, физик может думать, что пространство воистину конечное Хотя концов пространства даже гипотетически в природе быть не может Но неведомые бобры могут окончить пространство в мозгу физика Можно ли вступить в контакт с таким физиком в обход бобров? Можно по любым вопросам кроме пространства Как только упомянется слово пространство Появятся бобры И физик станет обобренным, пространственно невменяемым Бобры побеждают одного физика И он через свои публикации заражает бобрами еще кучу народа Бобры сообщили физикам очень много важных вещей Что пространство воистину конечное Искривлено Хотя искривлений пространства точно никаких в природе нет Нет небольших Нет малых И отклонение пушка фотонов это не искривление пространства А всего лишь искривление траектории в пространстве Но неведомые бобры успешно искривили мозг многих физиков О волнительных вопросах таких как Бог, инопланетяне Когда в мозг поступает много крови У многих людей возникает полчища бобров И бобры формируют общественное мнение И это мнение, что очень важно В ряде случаев начинает давлеть над сознанием человека Есть даже ряд комплексов формируемых давлением общественного мнения В качестве примера Комплекс археолога Некий мальчик с детства мечтал найти золотой шлем Он стал известным археологом Сделал много открытий И вот однажды он что-то нашел большое и золотое Но вместо шлема он нашел нормальную такую Скифосарматскую золотую жопу Все замечательно и жопа красивая И в принципе безобидная Но археолог понял, что он пойдет в историю Как человек нашедший золотую жопу Он не стал публиковать результаты Долго хранил золотую жопу Мучился, терзался сомнениями И в конце концов отдал жопу в переплавку Так вот мир и не увидел Решился золотой жопы Люди не всегда могут трезво относиться к информации Ради случаев важнее не сама информация А что подумают другие Но золотая жопа по большому счету Это безобидный вопрос Представьте теперь себе археолога Который нашел не то, что прописано в учебнике А строго наоборот Может ли он без боязни быть заклеванным Отдать это сообществу Сколько важных фактов замалчивается И не становится достоянием гласности Можно воспринимать это все как далекую от реальности шутку Но давайте посмотрим конкретный пример с людьми Прошедшими жесткий отбор на здоровье и вменяемость В частности военные специалисты Надлежащим образом проходят отбор соответствующей проверке Летчик-испытатель Марина Попович В нашем регионе был такой случай Летчик один с полета шел Козырев его фамилия Он шел с полетов И вдруг такое впечатление, что ему в грудь что-то ударило И он не может сделать шага Потом он голову поднял И перед ним стоит объект Как на три ножи И, значит, кругом Поле такое, что подойти невозможно И он стоял, как вкопанное И он говорит, никому нельзя сказать Потому что убежать от этого нельзя И назад, не вперед И увидит, идет человек Со станции с этой Коминтерн, вот как называется станция Значит, и этот человек, который дежурман И он тоже остолбенел Тоже не может шагу шернуть И когда тарелка улетела Тогда они только смогли И он пришел и на работе рассказал Так, знаете, его сразу послали на обследование Но потом все, не нашли никаких отклонений Но это все-таки унизительно очень проходить Так что наши летчики очень боялись Первое время говорить об НЛО То есть, применительно к НЛО Мы видим прямой аналог комплекса археолога Ситуация, когда важная информация Не попадает в информационный поток В результате формируются БОБРЫ, которые не дают возможности Адекватно мыслить и переводят Широкие группы людей в разряд слабомыслящих По вполне конкретным вопросам Что мы имеем в результате? Мы имеем две категории людей Одна – профильные специалисты Сталкивающие с данным явлением в своей деятельности Фиксирующие постоянное присутствие Проходы НЛО под воду, под землю Фиксирующие НЛО в космосе, в атмосфере И вторая категория – окруженные бобрами обыватели Которые поднимают на смех любое заявление о контакте В результате мы имеем Что вступая в переговоры с отдельно взятым человеком Более развитая цивилизация не может вступить в переговоры с человечеством Человечество не в состоянии воспринять данную информацию адекватно Ситуация во всех смыслах аналогична контакту с курицей Для человечества просто контакта недостаточно Он должен произойти по совместимому с мозгом человека Пафосному сценарию Если сценарий не совместим, хоть законтактируйся Контакт не будет защитным Какой сценарий сопоставим с мозгом человека? Например, такой Здравствуйте, земляне! Мы пришли с миром! Мы пришли с миром! Мы пришли с миром! Мы пришли с миром! И даже если все пройдет по данному сценарию, этого тоже будет недостаточно Недостаточно просто вступить в контакт с человеком Надо вступать и вступать Вступать на постоянной основе Даже если ты вступишь в контакт сегодня То через несколько поколений уже никто не поверит, что это было на самом деле Для пояснения возможны такие версии Представитель более развитой цивилизации вступил в контакт с человеком или группой лиц Со стороны человечества он был идентифицирован как Бог Бог поконтактировал с человеками В результате общения человечеством была получена некая информация И сам факт контакта остался в молве народной После обрастания подробностями образовалось религиозное учение По прошествии какого-то времени в представлении большинства Информация утратила достоверный статус И перешла в разряд сказочных, полушуточных предметов для насмешек Было это всего лишь библейские сказки-предания То есть ситуация аналогична примеру с курицей Через неделю, как вы покинули курятник, контакта все равно что не было Причем даже в среде поддерживающей традицию контакта Адекватного восприятия в большинстве случаев не будет Предстоятель религиозного учения вовсе не обязан понимать Кто тот самый хозяин, который образно поставил его директор То есть по прошествии некого времени Главный учредитель не сможет вступить в контакт С исполнителем директором По причине своеобразности во зрении онова Когда-то отвечая на вопрос об НЛО Я прямо сказал, что я не могу себе представить Чтобы разумные существа Которые находятся на совершенно иной То есть во много крат превышающей нас цивилизации Которые обладают гораздо большими, чем мы, знаниями Которые способны перемещаться так в пространстве Использовать такие совершенные летательные аппараты Чтобы эти разумные существа не вступили в открытый контакт с людьми Но почему? Но прилетят наши космонавты на какую-то планету И увидят там существа разумные Но неужели они будут прятаться, водить за нос тех несчастных Создавать некую мистерию вокруг своего присутствия Да они же сразу войдут в контакт, даже если это будет рискованно Потому что Потому что разум человеческий Будет требовать от них От наших космонавтов Продолжение эксперимента Такова логика исследований Почему же эти таинственные существа не входят с нами в контакт? Да потому что это никакие не НЛО А дьявол на протяжении истории различным образом являлся Ну вот летят такие здесь опланетяне А давай с человеками в контакт вступим Да ну бесполезно, уже пытались много раз вступали, они не контактные Да ладно, давай вступим, а вдруг получится Ну давай С кем будем вступать? Надо же выбрать кого-то контактного Пусть он потом остальным расскажет Просканировали пол земли, нашли одного вменяемого трезвого на голову Им оказался губернатор Калмыкии Кирсан Илюбжинов Ну а дальше все по плану Кирсан Илюбжинов рассказал о том, что с ним вступили в контакт Знаете, вот я за свою довольно долгую жизнь встречал множество людей Но я никогда не встречал человека, который сам говорил, что он побывал на межкосмическом межпланетном корабле с инопланетянами Как говорили вы, причем случилось это по вашим словам в апреле 1997 года, правильно, да? Немного поправили, 18 сентября 1997 А, сентября, простите Но это действительно случилось? Ну если серьезно, да, это было Только серьезно, конечно Да, конечно, передача серьезная, конечно Да, и больше Я это не отрицаю, это давал несколько раз трио даже, телеканалу BBC, это было в 1998 году Повторов не было? Повторов не было, но такое случилось, и как к этому относиться, можно и с иронией, но с другой стороны, я верю Я с ними общался, видел Ну расскажите чуть-чуть о том, как это было Ну это было как раз в субботу, в сентябре 1997 года я собирался в Калмыкию И вечером приехал домой на квартиру, это Леонтьевский переулок Здесь в Москве? Да, да И вечером почитал книгу, посмотрел телевизор Пошел отдыхать уже И потом уже как бы, ну наверное засыпал, почувствовал, что балкон открылся и кто-то зовет Ну подошел, да, смотрю, вот такая как труба, полупрозрачная Я пошел в эту трубу и увидел людей в желтых скафандрах, у меня часто спрашивают, как Ну началось общение, у меня часто спрашивают, на каком языке общался Ну наверное на уровне мысли, потому что не хватало Немного кислорода, воздуха, дали мне понять, вот здесь вот немного потрогаете, все будет нормально И затем вот была экскурсия по этому кораблю, даже они сказали, сейчас нужно нам пробы взять с одной планеты Затем был диалог, почему вы не выходите в прямой эфир по телеканалам и не говорите, что вы находитесь здесь, смотрите, общаетесь с нами Ну сказали, что мы еще не готовы к встрече Ну сказали, что мы еще не готовы к встрече Мы еще не готовы к встрече Ну и затем также вот обратно вернули, но я бы, наверное, не поверил в это, если бы не было троих свидетелей Это мой водитель, министр, мой помощник, которые утром приехали Обнаружили, что меня нет на месте, вещи на месте, балкон открытый, последний этаж был Посмотрели, начали звонить знакомым Тоже никаких данных не было Затем они сидели на кухне, обсуждали, куда позвонить, куда обратиться Потому что телефон и вещи на месте, квартира была закрыта, но у них свой ключ был Ну и затем они видят меня, выходящего из спальни, направляющегося на кухню Они так раз смотрят на меня, говорят, готовьте яичницу, надо в аэропорт торопиться Они говорят, где был? Ну и нормальный такой ответ Ну, летал На тарелке был И они обиделись так, и говорят, мы тебя серьезно спрашиваем Мы потом сели и начали логически рассуждать То есть это время, в которое около часа они находились, меня не было в квартире То есть один был как бы в зале, мимо него я никак не мог пройти Ну и появился и спальник, где вот дверь была открыта на балкон Ну и затем несколько месяцев они были в шоке от этого Ну и логически, вроде бы меня не было, я появился Можно в это поверить С той стороны, нашим разумом, мы до сих пор, вот как бы Когда я беседую с ними, верю и не верю в это Да, интересная история Да, интересная история Да, интересная история Акерсан Алюмжинов, это адекватный человек И далеко не каждый с ним сравнится уровнем своего интеллекта Станет ли после подобного пиара заявлять о контактах какой-либо другой политик, ученый, деятель культуры, неважно Хорошо подумать, прежде чем это сделать То есть хоть с курицами вступай в контакт Хоть с людьми, хоть заступайся в этот самый контакт И все равно в него не вступишь Результативнее вступать в контакт с первым попавшимся дурдомом У дур меньше комплексов, они хотя бы какое-то время не будут стесняться С самого факта контакта Попытка номер два Опять летят такие здесь опланетяне Давай с человеками в контакт вступим А вдруг получится С кем будем вступать? А давай найдем их самый важный центр И надолго, на несколько часов, чтоб уже успели мозг включить Вступим с ними в контакт Да нет у них центра, разрозненными полчищами живут Во, гляди, какие-то терема навороченные Кремль называется Вот может там живут самые вменяемые человеки Давай подлетим, попытаемся законтачить А теперь о случившемся на этой неделе странном, необъяснимом явлении Его многие уже успели объявить подлинной сенсацией На этой неделе в небе над центром Москвы был замечен темный треугольный объект По словам свидетелей, объект имел пирамидальную форму и был шириной до полутора километров Некоторые говорят, что это было МЛО, подозрительно напоминающее имперский крейсер из звездных войн Оно висело на высоте полтора километра в небе над российской столицей в течение нескольких часов На одном ролике объект заснят ночью из окна машины, а на другом, вот вы сейчас видите его, днем Оба видео о вторжении инопланетян, в кавычках, естественно, были сделаны любителями Однако тема НЛО, как обычно, стала настоящей сенсацией И ролики попали в топ русскоязычной версии YouTube Как написала по этому поводу британская Daily Telegraph Журналисты сообщили об НЛО, но никаких комментариев из официальных источников сделано не было А британский военный аналитик Ник Поуп заявил в Daily Telegraph, что это одна из самых странных съемок НЛО, которые он когда-либо видел Мы еще не готовы к встрече Мы еще не готовы к встрече Мы еще не готовы к встрече Не получилось законтачить, а может и слава Богу Ведь есть еще одна интересная особенность мышления человека Религиозные войны, когда люди лет по 300 воюют Представьте, что после того, как вы вступили в контакт с муравьями Те бы начали друг друга убивать Законтаченные муравьи Собрались бы под одним куполом И начали истреблять тех, кто не проконтачен Негуманно как-то Подумаешь в следующий раз вступать в контакт с муравейником или нет Но с мурашами так не бывает Они живут другой разумностью А вот у человека с этим все в порядке Вообще получается практический анекдот Ученый такой сидит, вступает в контакт с внеземными цивилизациями Вступает и вступает Отправляет сигналы в космос Подлетает к нему НЛО И пытается вступить в контакт Но ученый плотно окружен бобрами Он отмахивается от НЛО и говорит Да не привидевайтесь мне Видите я важным делом занят В контакт с внеземными вступить пытаюсь Кто они? Какими они могут быть Эти самые существа Находящиеся на более высоком уровне развития Кем бы они ни были Ответ на эти вопросы Лежит в осознании механизма развития любого биологического вида А механизмы эти едины для всего живого И схема на самом деле довольно проста Исходные условия Дано Первичная область обитания Например, некая планета и некий биологический вид Развившийся до интеллектуального доминирования Некая цивилизация, как принято говорить о гуманоидах Не принципиально В процессе своего развития Любая цивилизация становится перед вопросом Истреблять ли среду своего обитания Превращая ее в безжизненную пустыню Либо вводить какие-либо жесткие меры Среди которых контроль за рождаемостью своего вида Это трудное решение, определяющее статус цивилизации в целом Как дикий невежественный, либо как осмысленный цивилизованный В любом случае, бесконтрольно плодиться Это путь в никуда Это прибудет к войнам, разрухе, истреблению следы Самоуничтожение Вы доживаете до момента, когда На свойной территории продуктов питания на всех не хватает И далее начинается умышление о себе подобных При неприятии решения о контроле рождаемости Цивилизация истребляет ресурсы и погибает Любая выжившая в результате подобного выбора цивилизация Имеет вполне обозначенный набор ценностей и взглядов Среди которых, в том числе, внятная внутривидовая селекция Иное в долгосрочной перспективе приводит к ослаблению и вырождению вида Поскольку фактор естественного отбора искусственно исключен Среда обитания Биологически подстроиться под природные изменения не всегда возможно Любой космический объект в долгосрочной перспективе Может стать неприспособленным для данной формы жизни и для жизни вообще И для вида остаются либо перспективы вымирания Либо переход на технологические схемы поддержания условий для жизни При наличии достаточных технологических возможностей Эти задачи вполне решаемы Какие это технологические возможности? На данном этапе не лишним будет напомнить, что такое гравитационные технологии И пояснить, на каком принципе работают эти самые НЛО Добавя оценку напряженности гравитационного поля Согласно бытующих физических теорий Мы представляем себе следующее Напряженность увеличивается по мере приближения к телам обладающим массой Приблизились к Земле, увеличилась гравитационная напряженность Чем больше масса тела, тем больше гравитационная напряженность И хоть это основная бытующая в науке точки зрения Но она однобока и наивна Потому что есть еще базовая гравитационная напряженность Определяемая совокупностью тел во Вселенной В любой точке пространства рядом с вами Реальная гравитационная напряженность базового поля В порядке раз больше, чем частная гравитационная напряженность Вблизи Земли и даже вблизи Солнца Происходит это потому, что гравитационные поля накладываются друг на друга А гравитационное воздействие не ограничивается расстоянием Оно от него только уменьшается Речь об поле, имеющем необычайно большой потенциал Гравитационная энергия базового поля Самый мощный из всех существующих источников энергии С доступом к базовому гравитационному полю Автоматически открывается доступ ко всем вторичным физическим процессам При этом доступные технологии таковы Скоростные гравитационные технологии Создание транспортных средств использующих гравитационный принцип при перемещении Схема позволяет придавать объекту, обладающему реальной физической массой Скоростные режимы до половины скорости света без разрушения структуры самого объекта Перемещение в ближнем и дальнем космосе без применения реактивной тяги Технологии по преобразованию химических элементов Преобразование непрофильного сырья в заданный химический элемент Технологии активного воздействия на время Изменения скорости протекания физических процессов в замкнутом контуре Что такое гравитационные установки? Требуемая эффективность гравитационной установки Достаточно для преодоления земного притяжения В рамках классической наивной теории Для отрыва корабля от Земли Требуемая эффективность гравитационной установки Составляет больше единицы Или 100% И выглядит следующим образом Простыми словами Для отрыва от Земли мы должны Преодолеть земное тяготение Для этого необходимо построить устройство Воздействующее на гравитационный спектр На гравитацию То есть, если мы встали на некую площадку Ограничивающую тяготение То эффективность ограничения должна составлять Минимум 100% При этом мы не получим вектора на отрыв от Земли Достигнув эффективности 100% Мы лишь достигнем невесомости Силового равновесия Чтобы взлететь требуется еще Доля процента Кроме того, практика показывает Что эффективность выше 100% Недостижима Но в реальности По действительным физическим проявлениям Дела обстоят не так Гравитационный потенциал Базового гравитационного поля Константа Требуемая эффективность гравитационной установки Показатель, отражающий необходимую степень Использования в процентах физического явления Рассчитывается как отношение массы Земли К массе большего Из существующих теоретически возможных тел Требуемая эффективность составляет Малые доли 1% Пояснение в простой форме Ряд ученых утверждает Что принцип НЛО мы понять не можем Он якобы физически невозможен Живой организм, находящийся в НЛО Будет претерпевать такие перегрузки Что просто не выживет Давайте рассмотрим, что имеет место на самом деле Предположим, мы установили человека на некую платформу И приложили усилия к платформе Платформа начинает перемещаться Естественно, человека сдерживают силы инерции А теперь давайте рассмотрим, как дела обстоят в случае с гравитационным полем Гравитационное воздействие распространяется на все тела имеющие массу То есть распространяется и на платформу, и на субъекта на ней находящегося К каждой точке, каждой клетке субъекта приложена та же сила, которая приложена самой платформе И если по действиям смоделированного, либо искаженного гравитационного поля Платформа устремится в каком-либо из направлений То в том же направлении начнет перемещаться и субъект, и все, что находится в данной зоне В этой схеме человек в принципе не может быть подвержен никаким перегрузкам Он даже не сможет ощутить, что система начала перемещаться Та же ситуация и с перемещением вертикально и в других направлениях При перемещении вверх субъекта не будет вдавливать в платформу То есть и принципиально, и буквально возможно создание реальной физической системы Которая будет перемещаться в пространстве с любой скоростью По любой траектории вплоть до моментальной остановки И субъект в рамках такого устройства не будет подвержен ровно никаким перегрузкам Именно о таких технологиях идет речь применительно к НЛО Следующий поясняющий пример Если расположить в пространстве подобные технические устройства И начать воздействовать на базовое вселенское гравитационное поле Начать изменять показатели оного хотя бы на незначительную долю процента В одном из направлений То все тела, находящиеся в соответствующей зоне Будут подвержены воздействию Вне зависимости от того, насколько велика их масса Тела устремлятся в заданном направлении Количество масс в данной схеме в принципе не является определяющим Поскольку работу исполняет не наше частное, а базовое вселенское поле Которое мы всего лишь незначительно изменили Если развернуть подобный контур возле Меркурия То Меркурий устремится в заданном нами направлении Если развернуть такой контур возле Сатурна То начнет перемещаться Сатурн Это технически достижимо на всех этапах От построения устройств до любых последующих действий Следующая подробность Так называемый гравитационный щит Об аэродинамике подобных устройств заботиться в принципе не требуется В аэродинамическом смысле форму корабля определяет буквально капсула Состоящая из силового поля и всего того, что это поле тащит вместе с кораблем Ограничений посреди никаких нет При входе в атмосферу никакого сопутствующего горения наблюдать мы не сможем Капсула не имеет жесткого контура обеспечивающего трение Корабль с равным успехом может перемещаться как в атмосфере, так и в безвоздушном пространстве, так и под водой В одном случае он окружен капсулой из воздуха, во втором капсулой из воды При этом капсула выполняет роль тарана Формально даже нет ограничения и на передвижение в твердых породах Как это фантастически и не звучит Обшивка корабля не будет повреждаться, она даже в привычном смысле не будет контактировать со средой Используя подобный контур можно перемещаться также под поверхности таких объектов как Солнце Без температурного конфликта Кроме того, сбить такой корабль Механическим образом, баллистическими, боевыми средствами не представляется возможным Любой боезаряд встречает капсула, по сути вязкая стена, поглощающая все механические воздействия В силовом плане картина следующая Предположим, некий объект, пушечное ядро, встречным курсом На большой скорости приближается к кораблю Столкновение неизбежно По мере приближения объект начинает испытывать все большее воздействие сил гравитации направленных навстречу Сила увеличивается обратно пропорционально квадрату расстояния И в конечном итоге наш объект так и не приблизившись к обшивке корабля Вязнет в капсуле и соскальзывает в сторону Сам корабль и все, что в нем находится при этом, могут даже не ощутить это внешнее воздействие Поскольку речь идет не об поле, генерируемом кораблем А об отсечении внешнего поля Того поля, которым пронизано все пространство Того поля, которое создается всем комплексом небесных тел Именно с этим измененным внешним полем Контактирует любое внешнее тело, приблизившись к кораблю А это силы практически неимоверные Причем в энергетическом плане это неисчерпаемый источник энергии В результате данного потребления энергии всего лишь немного замедляется общий разлет наблюдаемой части Вселенной Причем разлет замедляется на незначительное значение При таком энергетическом ресурсе Цивилизация может осуществлять что угодно Может перемещать материки и перемещать планеты Достаточное развитие технологических возможностей Само по себе фактор для отказа от поверхностной жизни Проживание на поверхностях планеты несет в себе ряд неосознаваемых человечеством в настоящий момент неудобств Прежде всего это гравитационный фактор Сужение продолжительности жизни и ее качества Чем меньше внешнее воздействие и просто механические нагрузки на тело Тем легче организм При наличии достаточных технических возможностей Цивилизации переходят в подповерхностному проживанию Создание комфортной структуры в виде полостей в телах космических объектов При должном технологическом уровне создание полостей в планетах не представляет трудностей Возможным косвенным свидетельством в пользу этой версии Существование подобных полостей на нашей планете Могут являться наблюдаемые военными многих стран Проходы НЛО под поверхность океана и земли Продолжительное подповерхностное развитие цивилизации И осознанная селекция вносят определенные изменения в облике биологического строения вида Признаки преимущественные для естественного отбора Сдают позиции в пользу признаков предпочтительных для осознанной селекции Результатом подобного процесса является строение организма Приспособленное к проживанию в слабом гравитационном поле Среди остальных факторов Переход на коммутацию с внешним миром Открытое мировоззрение Осознанная невозможность владеть всем миром Это приводит к формированию внятных законов и принципов существования во внешнем мире Какие правила могут быть при данных исходных условиях Пространство бесконечно Завоевать все вы не сможете однозначно Это технически невозможно Более того, на этапах начальной разумности, когда цивилизация может иметь фантазии захватить весь мир Всегда есть стартовая ситуация Каким бы приумным ты не был, есть тот, кто заведомо и многократно сильнее тебя То есть победить в этой схватке и захватить мир невозможно Ты вступаешь в противостояние с неопределенной группой противников, часть из которых легко может тебя уничтожить Все это дает определенный комплекс правил, позволяющий виду выжить в долгосрочной перспективе Какие это правила? Не проявляй излишнюю агрессию Не убей, не напади, не завладей, не укради и т.д. Принятие набора этих правил – это шаг к разумности, к цивилизованности, шаг к выживанию Все остальное обретается в процессе самостоятельного развития Ведь если разобраться, что разумная форма жизни может дать слабомыслящей цивилизации Что для них самое, при самое важное в глобальном смысле Поясняющий пример Представьте на дороге индивидуума, обладающего машиной, умеющего давить на газ, но не подозревающего, что вообще существуют какие-то правила дорожного движения То есть на дороге потенциальная угроза для окружающих, да и сам этот индивидуум, практически обречен И чем крупнее вокруг него камазы, тем меньше у него шансов выжить Что можно дать этому персонажу? Как можно его спасти? Поведайте о правилах дорожного движения С человечеством примерно та же ситуация Мы всем полчищам индивидуумов Все, так сказать, цивилизации Прием к подобному автомобиле отчаянно на дорогу О правилах мы не подозреваем Правила с нашим мозгом, благодаря множественным бобрам, концептуально не сошлись При этом даже не важно, быстро мы поедем или медленно Как это полчища мчащихся в пропасть индивидуумов можно спасти? Поведать о правилах О смирении перед Господом Тогда умчащихся на красный свет, хоть шансы будут Долбадули по одной щеке, поставь вторую, отползли и не освечивай Полежи на обочине, подумай, через несколько поколений до тебя может быть дойдет Что ты полез не туда И автострада вообще не твоя, а аминь Если выживут, то практически всему остальному слабомыслящие смогут научиться сами Вопрос времени, и мышление, и технологии развиваются Лишь бы сами выжили, лишь бы их дустом не пришлось посыпать, как особо невменяемых Про подповерхностное проживание следует отметить такой интересный структурный момент В случаях, когда внешний природный механизм регулирования численности не задействован Популяция должна выполнять данную функцию самостоятельно В этом смысле, отклоняясь от темы, интересное прочтение получает некоторые религиозные сюжеты Например, об Адаме и Еве В основе сюжета лежат две значимые позиции Нарушение запрета о размножении Изгнание из рая В качестве которого мог вполне выступать Искусственно созданный подповерхностный жилой комплекс Во многих смыслах формулировка «инопланетяне» некорректна Это везде планетяне, здесь опланетяне, в том числе внутри земляне Следующие позиции – атеизм и религия И кто, собственно, более верующий Давайте рассмотрим, что такое атеизм И насколько разумны воззрения атеистов Экзотические версии брать не будем Кто-то может отрицать и енота на облаке Атеист – это человек, отрицающий Бога И здесь возможны варианты Можно иметь претензии к составителям контента Верно-неверно изложенная информация Можно иметь претензии к самому предмету И в целом можно Бога отрицать на уровне верований Веровать или не веровать в его существование Либо отрицать на уровне знаний Это разные подходы Если человек отрицает Бога не на уровне верования А на уровне знаний осозненно отрицает В научном смысле То хочется надеяться, что такой человек Знаком с научным методом и законами логики Смысл терминов известен Давайте посмотрим, что отрицает атеист Атеист отрицает конкретные вещи Давайте по пунктам 1. Возможность существования Субъекта, обладавшего в бытии Если таковое было материальным телом Имеющего облик человека Имеющего глаза, уши, остальное Потребляющего пищу и т.д. Это, собственно, первый предмет отрицания Насколько такое отрицание разумно? Следующий пункт Отрицание возможности существования разумных форм жизни Насколько разумно это отрицать? Следующий пункт Отрицание тонкоматериальной физики Тонкоматериальных взаимодействий и сущностей Насколько разумно это отрицать? Наука и точно установлена, что эти взаимодействия есть То есть, по общему результату Атеизм – это некий модный комплекс Заведомо невменяемых во зрении Вот такая забавная складывается ситуация В плане разумности Атеизм находится под очень большим вопросом, мягко выражаясь Что такое религия, что такое церковь? У части населения складывается впечатление Что церковь – это такой домик, куда бабушки ходят молиться Зачем ходят? Чтобы душу успокоить, нравится им так Но какова основная фундаментальная функция церкви? Какие практические приземленные задачи Решала церковь на протяжении всего исторического периода? Это мало кто сейчас понимает То, что я скажу, у некоторых вызовет культурный шок Но применительно к практике Практическим действием на протяжении длительного исторического периода Церковь являлась в определенном смысле оружием Выполняла функцию военного инструмента Для тех, у кого от этих слов выпал кусок мозга Возникли трудности к пониманиям Давайте поправим Поясним следующую позицию Религия позволяет проникать в любое государство И эффективно захватывать территории Наглядно это видно на картах распределения религии по миру И на каждой освоенной территории Религия оставляет Хорошо организованную Централизованную структуру Которая может быть использована в военных целях Сбор информации Мобилизация И еще широкий спектр задач Второе, что надо понимать Это то, что существуют различные арены сражений Противостояний А значит и оружие При борьбе с болезнями вам мало поможет ружье Вы не вылечите выстрелом из ружья больной орган И не пристрелите к человеку больше иммунитета Не застрелите болезнь Для этого требуется вооружиться другими средствами Например, такими как медикаменты Это другое поле боя В свою очередь на информационном поле боя Вам не очень пригодится шприц Задействованы другие инструменты Вам потребуется информация И люди, умеющие с информацией работать Так же и воззрение человека Это другое поле боя И на этом поле боя Противостояние других инструментов Противопоставления Ружей, шприцев Принятных результатов не дает Воззрение человека Не очень поддаются выстрелам Можно внешне запугать Но нельзя отстрелить мировоззрение Это другое поле боя То, что это поле боя есть И оно реально Отчетливо понимают родители Выдирающие своих детей Из лап всевозможных сект И в этом плане Религия и церковь Это инструмент Который дает своеобразный иммунитет На внешнее проникновение Если ячейка полна Уже занята То возникают трудности С ее дальнейшим заполнением И сектанту трудно внедриться В сознание верующего Когда речь о религии Другое оружие уже не помогает Чем вы можете защититься От какой-то одной религии Только другой религии Веровать в то, что Поголовно можно всех просветить Светским мировоззрением Наивно, невозможно Откалибровать мировоззрение у всех Даже если очень сильно стараться Останется категория людей У которых на религию будет спрос Запретить в рамках своего государства Основную религию Это ослабить государство Потому, что вы не сможете Запретить остальные верования мира И они постепенно придут Займут соответствующее положение И навяжут вам свои правила Это новые правила Которые могут быть чужды Вашим представлениям И образу мысли Следующий вопрос Имеет ли смысл топать Ногами на шприц Как можно вообще Относиться к инструментам К оружию Ну вот представьте Живет в лесу человек И начинает плохо относиться к ружью Представьте, что человек будет нервничать Топать на ружье Ружье уходи, ствол плохой Приклад нехороший Патроны мерзкие, отвратительные Оружейники вообще твари оконченные Насколько разумно подобное поведение Церковники Причем всех мастей И сект, и калибров С необыкновенной страстью Лебезят С необыкновенной страстью Лебезят Предположим, что этот человек Не имеет каких-то скрытых целей И его поведение не двуличное Является ли такой персонаж Разумно мыслящим? Вот он снес ружье на помойку Затем пришли медведи И подвели итог Даже не сейчас пришли Пришли и позже к его внукам Религия это востребованный Обществом продукт На нее есть спрос Можно запрещать какой-либо востребованный продукт Например, те же помидоры Но если на продукт есть спрос То продукт будет потребляться То есть, имеется форма организации общества Которое противостоит пришествию других В ряде случаев более жестких концепций Пришествие которых в перспективе может привести Конфессиональным воинам С пролитием реальной крови Кроме того, религия дает приемлемое качество Организованности Она способна организовать группы Которые не склонны к объединению Коммунистов и демократов Проституток и астрономов Кларнетистов и газосварщиков Даже спириологов и эквилибристов По сути, это весьма ценный инструмент И надо к нему относиться с уважением Возможность разрозненных лиц Организовываться в сообщество Делает их значительно сильнее Повышает совокупные шансы на выживаемость Особенно в долгосрочной перспективе Кто не понимает, зачем нужна организованность Организованные гиены Отбирают мясо у львов Так же и человек, каким бы он львом не был В одиночку не в состоянии Противостоять организованной группе лиц Поэтому и в мире людей львы не должны быть одиночками Они должны иметь инструменты организации И чем эти инструменты универсальнее, тем лучше Подведем небольшие итоги С атеизмом все ясно Казалось бы, все ясно и с религиозными воззрениями Но есть одно «но» Если мы попробуем проанализировать Религиозные сюжеты на предмет соответствия науки То выясняется одна интересная деталь Практически все, кажущиеся фантастическими Описанные в религиозных источниках события Не противоречат физике Сотворение мира Вполне возможная версия Создание планеты Комплекса планет Полости планеты Насыщение этой полости материальным содержанием Возможные сотворения жизни Например, по версии клонирования Тиражирование, воспроизводство живых форм По образцам или из некой базы данных Изгнание из рая И сам рай, опять же, возможно Как минимум по версии полости в планете И изгнание из нее из полости на поверхность События, дошедшие до нас в мифах И легендах Тоже возможные Тот же сказ про Атлантиду Развитая цивилизация Вполне может уйти под поверхность Что мы знаем о тонкоматериальных взаимодействиях Раз один человек является носителем-генератором Этого самого тонкоматериального воздействия То и другой И каждый человек А в принципе любой живой организм Является носителем этого самого Тонкоматериального поля И в этом смысле Биомасса Земли Создает и удерживает вокруг себя Тонкоматериальное поле Иное теоретически невозможно Это поле можно рассматривать как самостоятельное поле Либо как вторичный эффект На базовом вселенском поле Но в любом случае Что по первому сценарию Что по второму Это реальный физический объект На который распространяются физические законы Иное даже гипотетически невозможно Причем отрицать существование данного объекта Никаких научных оснований нет С научной точки зрения Этот объект без вариантов существует Мы можем не осязать его Не ощущать органами чувств Но вне зависимости от этого Он есть Впрочем в природе существуют Различные поля не осязаемые человеком Например магнитное поле Мы же его из-за невидимости не отрицаем Можно этого факта стесняться Оу я стесняюсь в биополе Но на самом деле вопрос не в стеснении А в работоспособности мозга И в образовательных бобрах Что науке известно о данном поле В частности что габариты тонкоматериального воздействия Не ограничены габаритами человека Это однозначно фиксируется при демонстрациях телекинеза Взаимодействие с предметами Осуществляется вне габаритов человека Вне тела Это значит что и само тонкоматериальное поле Посредством которого человек оказывает воздействие на предметы Не совпадает Превышает габариты человека Поле больше тела человека Мы знаем что эти поля без проблем накладываются друг на друга Не создавая людям никаких неудобств Экспериментальное доказательство То что один человек может пожать другому человеку руку А раз индивидуальное поле превышает габариты самих объектов То и габариты суммарного поля создаваемого всеми живыми существами Не ограничены габаритами биомассы Земли Причем это превышение может быть весьма значительным Оно может кратно превышать габариты биомассы Сам факт наличия в природе этого тонкоматериального объекта Дает внятную физическую основу для таких явлений Как например телепатия А также для родственных телепатий и явлений Через такой физический объект По сути тонкоматериальное тело Технически возможно передача взаимодействий и информации Что в свою очередь позволяет говорить о телепатии уже во внятном научном смысле Причем не только применительно к человеку Есть четко ограниченное количество возможных сценариев для существования этого объекта Они просчитываются, моделируются и доступны к научному изучению Причем возможен как сценарий стационарного существования единого тонкоматериального объекта Так и сценарий с генерацией тонкоматериального продукта Например в виде постоянного тонкоматериального излучения С попутным насыщением окружающего пространства И образованием вторичных тонкоматериальных объектов То есть возможно насыщение вселенского пространства тонкоматериальной составляющей Возможно существование сложных тонкоматериальных объектов И их местоположение геометрически может быть не связано непосредственно с биомассой Какие технически возможны варианты тонкоматериальной коммутации? Биологическая коммутация, согласование биоритмов Применительно к растениям, животным и человеку В природном смысле это механизм, повышающий общие шансы вида на выживание И в этом ключе представляет интерес для рассмотрения целый ряд природных явлений Таких как одновременное плодоношение бамбука Которое само по себе происходит крайне редко Раз в несколько десятилетий Но происходит одновременно на широких ареалах Без соответствующего механизма Подобную согласованность обеспечить невозможно Кстати, очень незаурядное явление Бамбуки же пальцы загибать не могут О, прошло 20 лет, сейчас всеми бамбуками дружно плодоносим Шерестни листьями по цепочке И начали Размножение кораллов Когда половой продукт одновременно выпускает одни и те же виды кораллов Находящиеся на значительных удалениях Порой за тысячи километров друг от друга Для подобного согласования биоритмов Нужен внятный физический инструмент Надеюсь, все понимают, что биологические часы Понятие образное Никаких будильников кораллы в карманах не носят В телескопы не смотрят Хронометры по Москве не сверяют Можно пытаться объяснять подобные процессы Через привязку явления к химическому сигналу Или через привязку к движению космических тел Но практика с теорией для таких явлений Не состыковывается даже близко Какие еще сценарии применительно к телепатии И родственным телепатии явлениям возможны? Обмен информацией на эмоциональном уровне Когда передается и воспринимается некий поток эмоций Переживаний Например, с ребенком плохо, мама почувствовала тревогу Или влюбленные люди Один затасковал, другой это слышит Или кто-то где-то человека обсуждает, кости моет Человек это слышит, чувствует себя некомфортно И в ряде случаев способен понять, кто ему собственно кости моет По этому поводу даже встречаются упоминания в устном народном творчестве Из разряда «не произноси это имя слух, чтобы в беду не накликать» Следующая позиция Обмен информацией на сознательном уровне Когда осмысленно передается и воспринимается информация, доступная к распознаванию Явление не частое Обычной привычной способностью человека это не является Изучение и фиксация фактов довольно затруднительно Упоминается контактерами Следующая технически возможная позиция – обезличенный контакт Коммутация не с какой-то конкретной персоной посредством тонкоматериального тела А коммутация с самим тонкоматериальным телом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok